Какая посуда у вас интересна? О том спасибо тому, кто придумал соединить грибочки, курочки, куличок и сыр. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и обворожительно неповторимая, прекрасная... К сожалению, Фатя немножечко болеет, но это не помешало мне собрать манатки, прийти к ней сюда. Все равно болеющие люди тоже питаются, правильно? Почему бы не питаться на камеру? У нас предновогодний стол с таким вот жульеном. Рецепт этого жульена вы можете найти в инфобоксе на канале Айкук. Обязательно подписывайтесь, поддержите Айку. И я, по примеру Айки, тоже создала свой второй канал. Но это не кукинг-канал, это канал, на котором пока всего одно видео АСМР, но я хочу сделать его лайфстайл-каналом. Я хочу в таком формате снимать, чтобы там было обо всем видео. Иногда буду красить, иногда буду идти куда-то, про какие-то интересные вещи, обзоры снимать. Но вот то видео, которое сейчас есть, там даже не надо знать английского. Кстати, канал на английском языке. Да, АСМР-видео, полу-АСМР. Такое, не судите строго. Мне будет очень приятно, если вы поддержитесь на меня и подпишитесь. Ссылка внизу под видео. Всех буду рада видеть. Обязательно подписывайтесь. Давайте поддержим нашу Фатимочку. А Жюльен получился. Ну, обалденный просто. Вот так вот. Оп. Ты моя хорошая, спасибо. Первый тебе. Ты болеешь? Что делать? Просто рецепт волшебный, ребята. Обязательно заглядывайте. И к Фате на АСМР-канал. Он там роллы кушает. Ой, какой кусочек мне попался большой. Это не АСМР-канал. Я пока не решила, но думаю, вы мне поможете решить. Я все-таки больше настроена на то, чтобы Фатя снимала АСМР. Фатя говорит, что у нее уже есть канал, на котором она ест. Теперь хочет какой-то про жизнь. Мне кажется, он подойдет и тем людям, которые не знают английский язык, для изучения английского языка. Фатя, настолько вкусно. Я тебе отвечаю. Это прям... Это космос просто. Я выпила воду просто потому, что мне неохота идти выливать ее, чтобы налететь. А я знаю, что после еды вода не пойдет. Так что не ругайте. Этот соус башемель, он... Это башемель? Да. Он же бывает в лазанне. А это жульен. В жульене тоже бывает? Да. Да. Это классический рецепт жульена. Я обожаю все, что готовит мама Айки. И Айка тоже. Обалденно просто. Я, короче, с этим жульеном. С фотоаппаратом. С кучей косметики. Захожу в магазин. Продуктовый. Чтобы купить вот эти вот напитки. Да, я угадаю. Они сказали, оставь шкаф. Да. Плюс у меня еще фотоаппарат. Как я его оставлю в шкафу? Я объяснила, что... Я не могу оставить свой фотоаппарат в шкафу. Они сказали, тогда мы вас не пропустим. Я не понимаю... Можно так с клиентом общаться. Пройдите с ней и просто взглядите, чтобы она не украла. Или внимательно смотрите на камеру. Зачем так себя вести некрасиво, не пускать клиента в магазин? Очень непрофессиональный фотоаппарат. Причем, когда что-то пропадает, никто не несет за это ответственность. Заметьте. Вы думаете, они потом мне возмещали бы фотоаппарат? Длиннешко. В чем ты правильно делаешь? Никогда не оставляй такие ценные вещи. Потому что там эти шкафчики, они все замки... Одинаковые. Брокколи. Обожаю просто брокколи. Всегда кушаю, когда прихожу к Фате. И что потом стало? Ничего. Я просто пошла к прилавку с напитками. Взяла два напитка и сразу же вышла. Поэтому, кстати, я не стала искать наш любимый напиток. То есть, они все-таки пустили теперь взять напитки? Ну, они не пускали меня, но они же не могут меня держать за руки. За ноги. Здесь у нас еще брокколи. Ой, мы забыли соус. Они такие вкусные были. И даже без соусов. Очень вкусно. Это лазанья. I made the broccoli. Макать в соус. Кайф. Мама, спасибо. Спасибо. Мама, ты богиня. Да, я согласна. Сегодня утром еще мне испортили настроение. Мне в инстаграме написали, что... Короче, оскорбление мне написали. Причем, огромный вот такой вот стих с оскорблениями. И так получилось, что я именно... Знаешь, столько людей пишут что-то хорошее, а иногда я это совершенно не вижу. И натыкаюсь на таких людей, которые пишут какие-то гадости. Блокнула? Нет? Стик с оскорблениями. Надо же такое прикинуть. Ну, я имею в виду, что сообщение было большое. Все оно состояло. Я просто поражаюсь таким людям и даже отчасти завидую от того, что у них столько времени. Ну, это, конечно, сарказм не завидую. Наверное, у них жалкая жизнь, что они сидят и строчат оскорбления. Кому-то, наверное, столько негатива в них. Блоколи. Нечто. Сочетание продуктов. Нечто просто. Это вкусно. Мне очень нравится. Пока не могу отстать от этой лазани и пробовать что-то другое, потому что очень вкусно. Блоколи. Обязательно нужно попробовать. Они просто... Полезные и вкусные. Они волшебные. Да. Кто не любит брокколи, моя мама говорит, они их просто не пробовали. Если вы хотите есть брокколи, но думаете, что это невкусно, но хотите из-за того, что полезно, попробуйте мой лайфхак. Возьмите какой-нибудь вкусный соус, например, сырный. Любой, который вам нравится. Майонезный, цезарь, соус. Такой, макайте туда. Есть. Можно плавленый сыр просто сделать самим. Из голландского сыра и макать, мне кажется. Мне кажется, брокколи вообще без ничего. Они просто обалденные. Они просто шикарные. Да. Согласна. Значит, мама права. Кто не любит брокколи, они просто не пробовали. Хочешь, помогу тебе? Мы в этот раз специально... Да нет, пусть стоит здесь. Я что-то хотела сказать. В этот раз мы специально сели вот так вот взяли пластмассовые приборы, чтобы не раздражать вас. Мы заметили, что в тот раз вам понравилось видео с пиццей на моем канале. Мы так сидели там. Еду так лучше видно. А то получается, если мы в кадре, то еда не попадает. Если еда попадает, мы не в кадре. Поэтому пришлось выбрать такой ракурс. Мне все-таки больше нравится формат видео, где мы с тобой болтаем, сидим, едим. Чем просто АСМР? Да, АСМР мне. Ну, так. Мне кажется, не мое. Но все равно я считаю, что ты правильно сделала, что открыла. Еще канал. Да. Я точно так. Мой канал уже отошел моей маме. Поэтому нужно влоговый создать. Третий канал. Айкук отошел моей? Да. Да, реально. Мама с настолько охотой снимает видео. Она утром встает. Говорит, я все приготовила. Говорит, Айка, придите сними меня. Обожаю. Такая хорошая женщина ее, мам. Спасибо. Хотя она тебя тоже очень любит. Такая милая, приятная, гостеприимная. Так вкусно готовит. Так любит своих детей. Обожаю таких, мам. Я помню, мы с Фатей в то время даже мукбанки не снимали. Фатя пришла ко мне домой. И мама приготовила какое-то блюдо. Она говорит, будешь, Фатя? Фатя сказала, давайте. Съела. Потом приготовила шарлотку. Шарлотку тоже, Фатя, с такой скоростью. Смела. Мама была немножко в шоке. И мама говорит, что зачатки блогерства, мукбанкерства были еще тогда, да? Они с детства, ну не совсем с детства, но почти с детства, да, были. Ты, можно сказать, научила меня есть. Нет, бери пока в себе. Я научила тебя есть. Да. Вот прям много, да? Ну чтобы, ну не прям мы много едим. Нормально. Нормально. Кто-то говорит, что мы занимаемся, типа, чревоугодием. Но я считаю, что чревоугодием, это когда ты ешь, когда досыта, и когда после того, как ты наелась, ешь. А я очень часто не наедаюсь вообще от видео. Редко я наедаюсь. Такого, чтобы я заставляла себя есть, такого вообще не было, чтобы я ела после того, как наелась. Ну, один раз, может, 50 суши, когда съела. А так, нет. То есть у всех просто свой порог, как бы, насыщения. Просто у меня он высокий. Ну что, там, не переживайте, реально вкусно. Согласись, что вкусно. Нет, нет, согласись, что вкусно. Обязательно смотрите рецепт и готовьте. Можете на новогодний свой стол положить. Потому что не в каждом ресторане, например, вам приготовят такой. Я считаю, что это идеальная закуска для романтического ужина. Так что девочки, которые замужем, или у которых есть парни. Романтический ужин без жульена. Это просто не романтический ужин. Это очень сочное романтическое блюдо. Такое бывает. Сочно. Ну, сочно, это правда. Ну, здесь такой вот интересный сыр. Все, напитка, как и не бывало. Да, кстати, сыр вообще интересный. Я вам в инстаграме сблизи показала. Как правильно? Вблизи. Брат говорит, вот так показываю. Он так белый рукавел. Сблизи, наверное, правильно. Так что обязательно подписывайтесь на мой, на наш инстаграм. Там как раз таки будет не предновогодний ужин, а новогодний ужин. Да, и на мой инстаграм тоже. Афка оставит ссылку внизу. Обязательно. Там я покажу свой реальный новогодний стол. В 12.00 где-то так, или в 10. Рыбер, в 7. Сидим такие в роллах, купаемся. Новый год. Смотрим, будет сюрприз. У нас будет многое интересное. Какие у тебя планы? Нам. Именно новогоднюю ночь или на год? На новогоднюю ночь. Новогоднюю ночь я буду с бабушкой. Будем есть, смотреть передачи новогодние. Мы всегда так делаем. Новый год – это семейный праздник. И никогда в жизни у меня не было такого, что я Новый год праздновала где-то. Но этот Новый год я хочу отпраздновать с Шейлем, моей подругой. Ты к ней пойдешь или она к вам? Я скорее всего пойду к ней. Я не могу наесть, я еще хочу. Разми еще немножко. Можешь вот из этой части взять. Спасибо тому, кто придумал людей. Спасибо тому, кто придумал еду. Спасибо. Какая посуда у вас интересна? Потом спасибо тому, кто придумал соединить грибочки, курочки, куличок и сыр. Отельное спасибо Айкиной маме. Спасибо каналу Акук. И всем спонсорам. И спасибо родителям, которые меня родили. Спасибо. Тем перечисленным. Я буду смотреть твои видео на английском языке и подтягивать свой English. Подтягивай. Окурчик. Давай подведем итоги. Подведем итоги то, что я получила такой кайф, что это вкусно. Можно соус готовить на молоке, но мы готовили со сливками, поэтому он получился нереально нежным. С Новым Годом! Почему они сделали вот эти штучки с этой стороны? Тупо да. Для левшей. Это чтобы ты сам видел свой стаканчик. Своего Деда Морозика. Мне кажется, более бы логично было бы, если был вот так. Да, не блогерский стаканчик. Вообще не блогерский, но ни каплю. Для левшей было делать максимум. Не очень все понравилось. Это просто было космос. Бомба! Рецепт, опять же, повторяю в инфобоксе. Можете переходить и подписываться. Также обязательно подписывайтесь на канал AskFatima. На мой новый канал, и на инстаграм, и на инстаграм Айки. У меня все. Кстати, напишите в комментариях, придумайте название для Фатиного нового канала. Правда, там уже есть название, загляните, посмотрите. Но мы опять же подумываем над тем, чтобы она поменяла название. Правильно? Поэтому пишите свои варианты, потому что мое название Айкук придумала одна из моих подписчиц. За что ей огромное спасибо. Мне даже в голову этого не пришло, кстати. Очень круто. Это Айкук, айфон, айпад. Нет, Ай, это от имени Айка. А мне, кстати, в комментариях писали, какая же вы говорите неграмотная. А Айкук пишется не так. Такого слова нет вообще. То есть Ай, она имела в виду, что я готовлю, да, наверное, я не знаю. Вот. Так что, ребята, это вообще не к тому ее канал. Люди любят поумничать о том, чего не знают. На этом все. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы. Всем желаю удачного дня. И всем пока.